Тритикали, Арзов, Владимир. Дагестанские ученые вывели новые сорта пшеницы, ячменя и полбы с рекордной урожайностью. Гибриды устойчивы и неприхотливы, они дают хороший урожай на непригодных для этого землях. Патимат Бурзиева расскажет о научном прорыве. Это не просто колоссия, а результат многолетних экспериментов. Сорт твердой пшеницы под интересным названием Тритикали Праг 559 может расти на любой, даже очень непригодной земле и дать при этом рекордный урожай. Большинство пахов, которые имел в Дагестане, они заселены. Что даст, как сказать, если там, допустим, посеял пшеницу, здесь 5 центнер дает, а это как минимум 30 центнер. Дагестанские ученые с опытной станции Вавилова-1 скрестили два сорта пшеницы – чилийский и азербайджанский – и вывели устойчивый гибрид. Через пару лет он будет внедрен в производство. Сорт был создан где-то 5-6 лет назад, потому что это очень трудоемкий процесс. Чтобы его ввести в производство, нужны семена. Вот сейчас, в этом году впервые мы получили где-то около 500-600 килограммов. На следующий год будет где-то полтора гектаров. Но на пшеницу селекционеры решили не останавливаться и вывели еще два новых сорта – ячменя и полбы под названием «Арзу» и «Владимир». Им не страшны капризы погоды, вредители и болезни. При этом гибриды дают рекордный урожай. Они генетически уже устойчивы к этим неблагоприятным факторам, поэтому они имеют такой потенциальный урожай. Мы будем получать экологически чистый продукт, потому что без использования химикатов мы обеспечим производителя хорошим урожаем. Идет на корм, на фур, на фураж птицы и скота. Научная станция «Вавилова-1» была создана в 30-х годах прошлого века. Расположена лаборатория на берегу Каспийского моря. Ученые годами вводят здесь лучшие сорта, чтобы затем внедрить их в производство. Витяна Гурзиева, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербинский район.